Друзья, подписчики, а также случайные зрители YouTube, всем огромный привет, с вами Eugene Vlogs. Пришли часы, про которые я вам рассказывал, поэтому не хочу видео затягивать. Давайте сразу приступим к распаковке и к обзору. Я ничего еще не открывал, не смотрел, ну только открыл коробку, чтобы время на видео не тратить. Вот чек, цена оригинальная 195. Там какой-то был, я не знаю, купон на скидку, ну, короче, где-то у них на сайте, я не знаю, или может быть в этой программе, про которую я говорил. Короче, 190 долларов 24, доставка бесплатная, магазин тот же самый, Jomashop. В общем, вот так вот оно все лежит в коробке, потом еще завернуто в бумагу. Так, смотрим, что у нас здесь имеется. Вот такая вот красивая коробка. То есть, 190 они у них стоят, но здесь, видите, оригинальная цена 375. Больше ничего здесь мы интересного не видим. Здесь у нас сейка написана. Это снимается. Так. Коробочка сделана в Китае. Бокс Мэйдэн Чайна. Так, открываем. Вот сами часы. Вот они идут. Сейчас посмотрим комплектацию. С такой вот подушечкой. Сейка. Кроме этого, здесь у нас что еще имеется? Здесь какая-то коробочка, но в ней, по-моему, ничего нет. И здесь книжечка. 2012 год. Сейка Корпорейшн. И в этой книжечке, собственно, много-много всего. На разных языках. И вот инструкции есть даже на русском. Страница 157. 157. Русский. Содержание. Калибры. Характеристики. И все-все-все, как ими пользоваться. Так. Это можно пока отложить. Блин. А, ну вот так наоборот было. Так оно было. И там снизу такое отверстие под эту книжечку. Так. Это мы пока убираем. Смотрим самые часы. Ну вот, видно, все новое, заклеенное пленками. Так, всякими ярлычками. Давайте это попробуем сейчас все как-то отсюда снять. Так, пленки ободрать. Так, вот эти вот штучки снять. Seiko 5 Sports. Made in Japan. Printed in Japan. Сделано в Японии и напечатано в Японии. Так, снимаем пленку. Так, сейчас вот тут придется расстегнуть. Как-то. И вот это все тоже поудалять. Как она там. Блин, а как же они ее туда засунули? Все. Все пленки поудаляли, бумажки поудаляли. А, здесь еще пленка снизу. Сняли. Так, и осталась одна вот эта штуковина. Блин. С ней, конечно, мороки будет. Проще ее разрезать, наверное. Да. Потому что непонятно, как ее снять. Блин, да жалко разрезать. Тут по-другому никак не снять. Ладно, фиг с ней. Пусть пока висит. Потом аккуратно развяжу ее и сниму. Чтоб на видео время не тратить. Так. В общем, давайте все по порядку. Значит, как вы уже поняли, часы от компании Seiko. Модель. Так, есть английский. Отлично. Модель. Модель у нас... Как называется модель? Модель. Модель нигде не вижу. Модель механизма только. Короче, модель часов. SRPC61. Вот эти буквы J1 в конце обозначают, что сделано в Японии. Потому что бывают точно такие, сделаны в каких-то других странах. Я не знаю, Китай, Малайзия. Или какие-то подобные. Короче, азиатские страны. Так. Значит, Seiko модель. Серия Seiko Sports. Причем это старая серия. Сейчас есть новая серия Sports. С другим логотипом. Но она мне, честно говоря, я пока насчет нее сомневаюсь. Она мне как-то не очень нравится. Вот. Это старая серия Sports. Модель. Не знаю, какого года. Но достаточно из новых. Дизайн. Не знаю, как кому. Мне кажется, очень интересный. По материалам. Корпус. Полностью нержавеющая сталь. Браслет. То же самое. Нержавеющая сталь. Закрывается. То есть, сначала, видите, защелкивается так. И потом еще закрывается сверху. Вот такая вот как дополнительная часть. И чтобы открыть, надо, получается, открыть эту. И потом нажать вот на эти кнопки. Тогда он вот так вот раскрывается. Так. Вот такой вот браслет. Задняя крышка. По-моему, завинчивающаяся. И в ней сделана прозрачная. Для того, чтобы можно было увидеть механизм. Так. Безел. Вот эта вот часть, которая вращается, то же самое. Из нержавейки. Сделана. Ну, то есть, это что-то стиль сделан под дайверский. Но это не дайверский, потому что у них не завинчивающаяся головка. А головка чисто обычная. Как на обычных часах. Хотя и водостойкость 100 метров. Циферблат именно в этой модификации получается черный. С белыми маркировками. Естественно, здесь везде люминофор. Все это светится. Ну, вот эти вот. Имеется в виду стрелки. И вот эти вот большие крюжки, треугольники. Вот это все светится. Ну, сейчас слишком темно. Слишком светло. Но видно, оно чуть-чуть светится. Если так закрываешь, зеленым цветом. Красивым. Свечение очень хорошее. В позиции трех часов у нас расположена день недели и дата. Есть на арабском и есть на английском языке. Также, видите, здесь на безеле есть еще минутная маркировка. Вот. Ну, аналоговые, естественно, часы. Так. По механизму. Механизм механический. То есть, нету никакой батарейки. И автоподзаводящийся. Запас хода 41 час. Модель механизма. Вот она она. 4R36. Сам механизм можно посмотреть. Вот как он выглядит. В нем находится 24 камня. Вот это написано. Это один из новых механизмов. Есть механизмы на 21. Здесь 24. Механизм, как и сами часы, сделан в Японии, корпорации Seiko Time. Водостойки 10 бар или 100 метров. Вот тут вот написано. Значит, головка сама, часовая, не отвинчивается, я вам говорил, а просто достается. То есть, здесь есть два положения. Первое положение, если вращаешь в одну сторону, переключает день недели. Дальше, если вращаешь в другую сторону, переключает дни месяца. Дальше, если второе положение, это стрелки. И в ту, и в другую сторону. И последнее положение, когда она полностью вдавлена, это, я так понял, заводить их вручную. Так, запас хода я вам сказал. Так, давайте по габаритам посмотрим, потому что производители говорят на сайте 45 миллиметров, но где именно эти 45 миллиметров? В таком месте. Поэтому возьмем сейчас штангенсирку или сами померяем. Значит, максимальный размер по корпусу. Ага. 45 миллиметров. Это максимальный, получается, размер по корпусу. Максимальный размер. Это не размер самого циферблата. Если мерить здесь, по безелу, то 42,86, ну, грубо говоря, 43. Если мерить само стекло, то здесь уже 35 получается. Ну, то есть, безел, грубо говоря, 43. Сам этот диаметр 45, диаметр часов. А если вот от этих габарит и от ножек для крепления браслета, то здесь 47, грубо говоря. Да. Почему так? Потому что здесь они не торчат прямо под тем же углом, а видите, они загнуты. Из-за этого они выступают, получаются за эти габариты корпуса всего лишь по миллиметру с каждой стороны. Головка заводная тоже сделана под углом, чтобы на руку не давила. Так, ну, серия спорт, это я вам сказал, то есть, считается, что они типа как спортивные. По дизайну, да. То есть, я вам сказал, что в этом варианте у нас циферблат черный, но именно даже сейчас, я не знаю, может, раньше были какие-то другие модели, может быть, в будущем появятся еще другие. Это мне ничего не известно. На настоящий момент есть такие же часы с синим циферблатом и синим безелем. Есть часы с чернением, то есть, как у меня Тевсейка, вот я вам показывал Солар. То есть, вот они здесь черный корпус, есть вот эта модель в черном корпусе с черным нержавеющим браслетом и с черным экраном и есть синим экраном черный и есть черный корпус с матерчатым ремешком и последняя модификация, которая, кстати, мне тоже очень нравится. Я вот все время, когда заказывал, я сомневался между этой моделью и есть модель с коричневым циферблатом и золотым безелем и с ремешком. Я вот не знаю, может быть, еще их закажу как бы ну, в дополнение к этим. Если мне эта модель поношу, понравится, то, может, закажу еще версию с коричневым циферблатом и с золотистым безелем. В общем, что еще про них такое рассказать, значит, а, по толщине, по толщине 13 миллиметров, ну, не знаю, можно померить, чтобы уже точно убедиться. Сейчас. Ну, даже меньше получается. Ну, да, 13, так и есть. Это когда давишь, да, меньше, а так 13, короче. 12 миллиметров безель, так. Стекло здесь минеральное стекло Hardlex, как оно сказать, антицарапающаяся. Вот. Так, цифр нет, это понятно. И так видно, безель вращается только в одном направлении, получается, против часовой стрелки, то есть, только в эту сторону, в эту сторону не вращается. Так. браслет. и браслет, стандарт браслета, то есть, его размер 20 миллиметров. бывает на больших часах очень часто распространены 22, и вот еще особенность этих часов, что они идут по 20-ти миллиметровый браслет, что мне кажется, тоже очень удобно, если вы хотите использовать какой-то, например, другой браслет, или кожаный, или ремешковый, и то 20-ти миллиметровый, ну, как бы, они более распространенные, более дешевые, у многих уже есть в наличии, то есть, тоже, как бы, мне кажется, преимущество. Ну, и плюс, мне кажется, они очень красиво выглядят, вот здесь, именно, вот из-за этой разницы между таким сравнительно крупным циферблатом и таким вот тоненьким браслетом. Ну, внешность, как я вам говорю, на любителя, мне, например, очень нравится, в основном-то, так, все эти часы, Сейк-5 Спорт, автоматически, они примерно все одинаковые по характеристикам, по материалам, то есть, они, да, все автоматические, там, может, чуть-чуть разные механизмы, но примерно они все, там, 21-24 камня, у всех у них, там, Hardlex, у всех у них, там, примерно, там, 40 часов запас хода, у всех у них подсветка, у всех водопроницаемость, есть разные версии, как с ремешками, есть, как с металлическими браслетами, вот, то есть, это у них примерно все одно и то же, то есть, основная разница идет в дизайне, то есть, я несколько моделей посмотрел, здесь именно мне понравился дизайн, тем, что, как бы, сейчас на рынке, просто миллион, миллион, миллион всяких разных часов, то есть, просто уже все, что угодно, и, казалось бы, какой, какие часы не посмотришь, они все какие-то похожи на какие-то другие, и уже, как покупателя, ничем таким, никакой новинкой не удивишь, но здесь именно, я не знаю, мне показалось, что в этих часах реально есть что-то новое, то есть, какое-то свежее дыхание, в простонародье, я так понял, что поклонники Сейка, коллекционеры, там, ну, кто увлекается часами, прозвали ее, эту модель, bottle cup, то есть, bottle cup, это переводится, бутылочная крышка, и если так присмотреться, то действительно, она чем-то похожа на, ну, напоминает издалека, вот эта вот форма, напоминает, как бы, крышку, как на бутылках, вот старые металлические крышки, как там от пива, от пипсиколы, короче, то есть, ну, так вот, ну, давайте посмотрим, как выглядит она, на руке, то есть, вот, давайте, для сравнения, посмотрите, как выглядит, например, в сравнении с, вот, Сейка Солар, Солнечный Хронограф, который я вам обозревал, когда-то давно на канале, это пока мои единственные Сейки, на данный момент, но, этот бренд мне реально, очень понравился, плюс, я вам говорил, что, как бы, мне очень нравятся, всякие японские технологии, вообще, японская продукция, и, возможно, как бы, Сейка, это будет, один из моих любимых, тоже брендов, может быть, даже буду небольшую коллекцию, Сейка собирать, но, этими часами, очень доволен, причем, я вам скажу, 190, это они стоят, на жомашопе, вот эти японские, а, если вы поищите версии, там, всякие малайзийские, китайские, ну, то есть, которые не в Японии сделаны, они стоят дешевле, вплоть, на всяких распродажах, скидках, вплоть до 160 долларов, я думаю, можно найти, так, значит, сначала открыть, потом расстегнуть, потом одеть, застегнуть, ну, есть еще запас, какой-то приличный, это надо, ну, снимать звенья, вот, ну, примерно, вот так вот, как по мне, выглядят очень классно, очень классно, с любых направлений, вот, в общем, друзья, все, не буду больше затягивать видео, как я вам сказал, еще, ну, подрегулирую их под себя, похожу, и потом подумаю, может быть, еще возьму себе вот эту вот коричневую версию, очень она мне нравится, именно дизайном, но, я сомневался, я все думал, потому что у меня, как бы, нету ни одного, получается, часов, ну, вот, из таких, которые я ношу сейчас, с металлическим браслетом, короче, а сейка, как бы, с ремешком есть, и вообще, если бы у меня не было, вообще, никаких сейка, я бы покупал первый, я бы, может, взял те с коричневого, ну, думаю, пускай будут нормальные часы, классические, то есть, с металлическим ремешком, с металлическим таким дизайном, ну, здесь дизайн такой, достаточно, как сказать, консервативный, классический, не классический дайверский, ну, такой вот, классический какой-то часовой то здесь что-то между дайверскими и простыми часами выше как в дайверских лично как мне кажется больше конечно классическим читается тут который вот это вот с расцветкой здесь синий или синие с красным вот их больше всего таких модификаций или хотя бы где вот этот безель как бы крашеный в какой-то другой цветом хотя бы даже в черный с яркими там белыми например маркерами а здесь за счет того что вот этот безельный крашен вот именно плюс такая форма интересна именно создается какая-то уникальность ну и плюс часы сравнительно небольшие вот я вообще по картинке думала не больше но как они на руке с какими-то огромными не выглядят по моему классные часы ну по крайней мере не знаю напишите в комментах чего думаете и всем огромное спасибо за просмотр и пока пока